Книга «Второзаконие», 33 глава, с 13 по 17 стихи. Абиосифис сказал, «Да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных, и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее. Благословение явившегося в терновом кусте да придет на главу Иосифа и на теме наилучшего из братьев своих. Крепость его, как первородного тельца, и роди его, как роди буйвола. Ими избадет он народы все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи монассийны». Обратим наше внимание, пишет апостол Аркадий, на награду, которая содержится в первородстве Христа, представленного нам в имени Иосифа, и который является нашим наследием во Христе Иисусе. Эта награда состоит из девяти благословений. Это образ вожделенных даров неба, это образ росы, это образ даров бездны, лежащей внизу, это образ вожделенных плодов от солнца, это образ вожделенных произведений луны, образ превосходнейших произведений гор древних, образ вожделенных даров холмов вечных, образ вожделенных даров земли и образ благословений, явившегося в терновом кусте. Сегодня мы рассмотрим четвертую составляющую награды, принадлежащую нам во Христе Иисусе в имени Иосифа, которая положена уже на наш счет во Христе Иисусе. Это образ вожделенных произведений Луны. В данном случае для нас важно определить, какое назначение призвано выполнять вожделенные произведения Луны в нашей жизни, чтобы мы могли исполнить свое предназначение и облеклись в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу. Для понимания образа вожделенных плодов от Солнца и вожделенных произведений от Луны обратимся к одному из снов, приснившихся юному Иосифу. Бытие 37, 9, 11. И видел Иосиф еще другой сон и рассказал его братьям своим, говоря, «А вот я видел еще сон. Вот солнце и луна и одиннадцать звезд поклонились мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его, и сказал ему, «Что это за сон, который ты видел? Не жале я и твоя мать и твои братья придем поклониться тебе до земли». Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. В этом сне семейство Иосифа является прообразом Церкви Иисуса Христа, так как оно представлено в образе и достоинстве трех различных источников света – солнца, луны и звезд, которые преследуют одну цель, чтобы светить на землю, но при этом исполняют совершенно разные функции. Так, например, солнце призвано управлять днем, а луна и звезды призваны управлять ночью. И ко всему прочему, все эти источники света призваны служить знамением времен, дней и годов. Однако изначальным и первичным источником света, как мы знаем, является сам Бог, который явил этот свет через семя своего слова, в котором была жизнь. И эта жизнь, явленная в семени слова, исходящего из уст Божьих, являлась светом человеков. Отсюда следует, что солнца, луна и звезды в лице Церкви Иисуса Христа – это делегированные Богом источники света, которые призваны представлять совершенство Небесного Отца. Псалом 83, 12. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ». Вроде святого потомства, отец и мать призваны являться для нас как образом делегированного отцовства Бога, так и образом делегированного материнства Вышнего Иерусалима, который называется Матерью всех святых. А посему для Иосифа почвой солнца и луны, в которой необходимо было совершать посев, чтобы в будущем получить вожделенные плоды от солнца и луны, и таким образом облечься в совершенство, присущее Богу, являлась воля Божия, представленная волей Его Отца и Его Матери. То есть, еще раз, что является почвой солнца и луны для Иосифа и для нас – это воля Божия, которая была представлена волей Отца и Матери, в данном случае Иосифа. «А вот посевам, содержащим в себе вожделенные плоды от солнца и луны, служило правильное отношение Иосифа к своему отцу и к своей матери, по которым измерялось его отношение к Богу». То есть, что являлось почвом? Потому что мы должны, святые, получить плоды, вожделенные плоды от солнца и вожделенные плоды от луны. Нам необходимо было определиться, но сегодня мы определяемся более конкретно с луной, где находится почва луны, в которой необходима сеть. Почва луны представлена в отцовстве и материнстве Вышнего Иерусалима и воля Его Отца и Его Матери Иосифа. И как Он сел туда? Он сел туда, когда Он имел правильное отношение к своему отцу и к своей матери. И в чем выражалось конкретно у Иосифа такое правильное отношение к отцу и к матери? Ну, в двух вещах. Во-первых, правильное отношение Иосифа к своему отцу и к своей матери выражалось в том, что Он пас скот отца своего. Но не только Он. Все сыновья Иакова пасли скот Якова. Но как пасли? Во-вторых, в почтении своего отца и своей матери, которое выражалось в том, что Иосиф доводил худые слухи до своего отца, которые выражались в том, что сыновья Валлы и Зелфы пасли скот отца своего не в соответствии тех правил, которые установил Иаков. Бытие 37.2. Иосиф, 17 лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валлы и сыновьями Зелфы, жен отца своего, «И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их». То есть необходимо правильно пасти скот своего отца, то есть пасти мышление своего отца, пасти его откровение. То есть вот Иосиф нам показал, что каким образом надо правильно относиться к солнцу и к луне. Нет, это определяется через делегированное отцовство и материнство. И здесь мы видим это материнство, выраженном непосредственно в Иерусалиме, в Церкви Христовой, а делегированное отцовство выражается в человеке, которого Бог послал к нам. То есть вот эти две субстанции, отец и мать, солнце и луна, должны быть в Церкви. И наше правильное отношение к ним позволяет теперь в нашем естестве, в вашем и в моем естестве, иметь солнце и луну, потому что мы не сможем принести вожделенные плоды луны, до этого мы рассматривали также и солнце, потому что все эти вожделенные плоды – это плод нашего духа. И чтобы принести плод нашего духа, мы должны получить право на обладание внутри себя уже солнцем и луною. Но когда это происходит, только когда мы признаем диригированный статус Солнца и Луны в Церкви Христовой. В Церкви Христовой. И поэтому при исследовании функции уже нашего Солнца, не того Солнца, которое находится в собрании в лице Церкви Иисуса Христа, Матери, в лице человека, представляющего отцовство Бога, а уже в нас это должно быть солнышко, это луна. Нашего Солнца и Луны, мы пришли к выводу, пишет апостол Аркадий, что образ нашего Солнца – это ум Христов, которым мы призваны управлять нашим днем в лице нашего нового человека. Или же это учение Иисуса Христа, ум Христов – это мышление Христа, Его учение, которое управляет нашим новым человеком. Это образ нашего Солнца. А вот образом нашей Луны в нашем естестве является наше обновленное мышление, которым мы призваны управлять нашей ночью, выраженной в лице нашей души. Обновленное мышление – это результат потери своей души в смерти Христа, когда мы возненавидели мир, лежащий во зле. И возненавидеть мир, лежащий во зле, можно в следующих трех составляющих. Во-первых, в лице нашего народа, представляющего нашу национальность и нашу языческую оккультную культуру. Во-вторых, возненавидеть мир, лежащий во зле, можно в лице нашего дома, в предмете его суетной жизни, обуславливающий наш неотразимый рог, переданный нам через греховное семя наших отцов. И также возненавидеть мир, который лежит во зле, можно в лице нашей прежней жизни, содержащей в себе гибельные и расслевающие желания, противопоставленные желаниям и воле Божией. И когда у нас есть вот такое солнце и такая луна, когда у нас есть дух, в котором записано учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, и душа, которая обновлена духом нашего ума, в лице обновленного мышления, то тогда мы можем обладать вожделенными плодами солнца и луны. И теперь вопрос, в чем же заключаются вот эти вожделенные плоды солнца, ну, в данном случае и луны? Это быть наделенным правом и полномочием хвалить Бога в функциях света. Вот что такое вожделенные плоды луны и солнца. Иметь законное право хвалить Бога в функциях его делегированного света. Вначале он делегировал эту власть света в церкви, потом я через правильное отношение к этой власти перешвел этот свет в лице моего духа и моей обновленной души, в мое естество, и теперь я через хвалу своими устами начинаю исповедовать делегированный свет и святость Божию. Псалом 148.3 «Хвалите его солнце и луна, хвалите его все звезды света». И чтобы наследовать вожделенные плоды солнца и вожделенные произведения луны, Бог повелевает человеку в приношении жертвы хвалы призывать его. Псалом 49.14.15 «Принесите в жертву Богу хвалу и воздайте Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». «Призови меня». То есть оказывается, когда мы приносим жертву хвалы, следующий шаг, мне необходимо призывать имя Господа. И когда Бог повелевает человеку призывать его в приношении жертвы хвалы, то глагол «призвал» в устах человека по отношению к Богу переводится в таких смысловых фразах, как во-первых, «приготовиться к встрече с Господом», во-вторых, «прийти или расположиться в указанном Богом месте», в-третьих, «воздвигнуть в указанном Боге месте жертвенник», в-четвертых, «вознести всесожгаемую жертву», в-пятых, «приготовить сердце к слышанию слова», в-шестых, «ожидать ответа с трепетом и страхом», в-седьмых, «охранять свой разум и сердце от хищных мыслей», и в-восьмых, «быть готовым немедленно выполнить услышанное слово». Такая последовательная семантика нам представлена в слове, что значит «призвал». Так призывал Авраам Бога во всей этой последовательности. Так призывал Иосиф и все патриархи именно в этой божественной последовательности. Итак, когда у нас есть хвала, и мы получили законное право призывать Бога, то основной результат, который будет содержать в себе ряд характеристик и признаков, свидетельствующих о том, что мы в приношении жертвы хвалы действительно призываем Бога, отразится в проявлении и принесении Богу плода святости. Римлянам 6, 22, 23. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». И мы сейчас, святые, будем петь псалом и благодарить Бога за эту великую привилегию иметь в Церкви Христовой делегированное отцовство и делегированное материнство Бога. То есть Церковь должна быть Сионом, и в Церкви должен быть человек, который представляет отцовство Бога. В христианстве называют такого человека посланником или же апостолом. Этот порядок нужен был нам для того, чтобы перенести этот делегированный свет в наше естество, в наш дух и в нашу душу. Для чего? Чтобы начинать питаться плодами вожделенными луны и солнца. И в чем выражаются для нас, для христиан, вожделенные плоды? Мы имеем право обращаться к Богу и хвалить Его. И когда мы хвалим Его, мы призываем Его. И когда мы призываем Его, по слову Его, мы являем плод святости. Но если мы являем плод святости, Писание говорит, то наш конец будет – жизнь вечная. Встанем, пожалуйста, и будем участвовать в этом привлекированном служении. Солнце светлый дарми, И в этом привлекательном служении. И представ fazla подчериras с Celebrity, и привлекательным шлимněем, и Portuguese is our name with all 200 Work Жмется твой поток живой, Жмется твой поток живой. Погнад твоя росой, Душу нежно омывает, И святая кровь струем Каждый раз в грехи всплывает. Ты, Господь, твоя надежда, Моя радость и покой, Милостепие, бездрежные, Бьется твой поток живой. Милостепие, бездрежные, Бьется твой поток живой. Ты, Господь, за много лет, До пришествия Христова, Исполняешь свой обет, И ведешь в жизнь новой. Ты, Господь, твоя надежда, Моя радость и покой, Милостепие, бездрежные, Бьется твой поток живой. Милостепие, бездрежные, Бьется твой поток живой. Бьется твой поток живой. Я с большим удовольствием повторю за пасторием Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинными приношениями, то ли в стене Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому мы с вами научились. И мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню и питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности и, пожалуйста, молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего и принес в твой дом, чтобы в доме твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого. Я глубоко верю в твое неизменное слово и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать твою власть. И ныне согласно твоего слова, да откроются твои небесные окна, и да придет благословение твое до избытка на твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.